ну вот я так растягиваю по времени иду с вами разговариваю болталка как у нас было с анджелом насчет фруктов ну например я могла там купить и полкило винограда этот такой ван боксов грейпс если там они на предложение могла два купить но сезон покупала клубничку когда 7 первые полгода когда мы была черешня в сезон черешни там все что было в сезон но я думаю он тратил не больше пяти пяти тогда еще 18 лет назад были цены дешевле на еду не больше я думаю 5 или 10 8 10 фунтов он тратил на еду и сори на фрукты два-три нами на даже может даже одно или два на минование фруктов он мог взять но не три-четыре-пять как мне бы хотелось то есть да в этом смысле он меня ограничивал это было неправильно вот но он в целях экономии но я потом когда начала сама зарабатывать даже йогурты например не был в этом купит 3 4 и 2 3 4 йогурта а мне например хотелось 5 или 6 или 7 если мы раз в неделю ездили за продуктом не хотелось чтобы меня каждый день был йогурт если мне его хотелось например да вот в этом плане ущемление я не сильно сопротивлялась он не такой ну все он мне еще подергивал самое первое что меня добила от это нарциссическая черта его правилась когда мы были в магазине песка да мы только ездили в теску закупаться на неделю мне тоже это удивило так вот люди закупаться на целую неделю дома зачем ну я поняла потом зачем люди заняты работают без и бизи че неделя не заняты чтобы не ездить там больше одного раза и хлеб дополнительно покупать морозилку кладут ложит что-то заберем в общем 218 а вот мы дошли до той парковочки сейчас быстренько бежим успеваем ну наверно такого горячего надо успеть полюбе надо успеть перекусить горячим не конечно 10 минут прийтик будет или 5 даже ничего как нибудь работа над собой зато сегодня не лечу как сумасшедшая прошлый раз не будем говорить сумасшедшим как я то есть чего ты летишь не поспешай не спеши все спокойненько это мои сумки тут дыхают пара час так ребятки мы с вами зашли хорошо так вместе пришли не с вами весело все записи значит и насчет фрукта вот он как ко мне дабл лимит вот это мне не нравилось вот я а не могу сказать мне тоже это очень не нравилось что по финансам но тот момент начал еще минимум 10 лет нужно было выплачивать кредит на дом конечно он был ну стрессе в таком ну как бы под прессингом его выплачивать поэтому нам нужно было конечно экономить но насчет учиться экономить это он уже умел годами так ну он говорит он не надо у меня в холодильнике было только пиво йогурты я нашел там себе покупал я не знаю него был пол он жил у него на на был полупустой холодильник он сейчас и поправился из-за того что он ну он хотят бросать время от времени на надедался от от тех всех экономий я не знаю верну кушай по чуть-чуть не надо набирать вес ну то он знает он разгрузится сбросит когда ему припечет пока что он только девять лет назад он разгрыжался и сбрасывал приходил здоровый вес сейчас он снова поднабрал килограмм пять точно может восемь не думаешь десять килограмм на пять-восемь точно как бы ну вот было бы страннее приятнее то есть как человеку вообще его не интересует его пресс ты чё ты не покачаешь пресс ну да ладно я уже об этом говорила не будем долбать его не интересует человека пресс а меня не интересует пузатые мне не нравится так ладно будем хорошим и приятным толерантно и уважительно так дальше это фрукты дальше например заходим это 2005 год это перед рождеством это я сначала только в августе работать через шесть месяцев мне можно было только работать то есть восемь минус то есть ну да 1 февраля я прилетела это вот так вот примерно в общем и я такая смотрю думала о сейчас это тут там свитерок свитерок такой знаете рождественский такой ну такое зимние сейчас уже зимно теплее стали чем были в большинстве случаев туда была такая прохладная зима с морозцом такой минус был и и давай вот эту можно мне маме купить вот эту там свитерок пошлю маме отошлю ей он такой 35 фунтов это слишком дорого не поняла что так ну я думаю ну да да не дешево но такая ты же не нищий бро ты же не нищий ты что-то зарабатываешь чуть ты прибедняешься вы кант а фоды тут этот дебильная фраза психологии бедности нельзя так они кота говорить себе другим мы это мы не можем это позволить вы кант а фоды надо себе на данный момент я не на той позиции пока что чтобы себе это позволить ну как бы я реалистично оценивать свои возможности финансовой но придет время чтобы все финансово развиваться придет время я смогу себе это обязательно позволить если захочу да если для меня это важно то есть это очень неправильная фраза никогда мы просто на западе она распространена по ошибке ну тупо вот так распространена я не могу себе это позволить а кант афоды и человек блокирует свой успех полностью блокирует он себя записывать нищеброды в нищие 6 и и выбирать такое бедное существование проживание бедность выбирать бедность мамуль помнишь эти деревья золотая осень конечно так нельзя для того чтобы развиваться финансово нужно стремиться это временно я смогу у меня все получится я добьюсь финансовых успехов того уровня которого хочу все пошагово все потихоньку и и это